День добрый! Здравствуйте, уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие! Вот так вот я решил сразу приступить к делу, так сказать, показать материал, с которым мы сегодня будем разбираться. Значит, пульт дистанционного управления от мотора Suzuki DF25, значит, в чем проблема, я его снял, он был уже установлен, соответственно, у него установлен был он зеркально, по тому, как он идет с завода, он должен этой частью прилегать к боковой панели, но так как на моем РИБе стоит консоль, у которой рабочая сторона внутренняя, получается, он вот этой стороной прилегает, и здесь, соответственно, ручка была мной переставлена на эту сторону, поэтому я ее снял, чтобы разобрать этот узел. Вот, в чем проблема? Проблема в том, что при включенном зажигании, значит, начинают работать приборы, все правильно, потому что приборы питаются вот отсюда выходящими тремя проводами, в этих трех проводах плюс-минус и сигнал на тахометр, вот, соответственно, но при включении скорости, почему-то микрик, который обеспечивает разрыв цепи на нейтрале, чтобы не заводился мотор, чтобы, ой, чтобы на скорости не завелся мотор, он разрыв цепи обеспечивает на скорости, он обеспечивает разрыв у нас цепи и на приборы, такого не должно происходить, ну, собственно, сейчас ссылку вы увидите, как я заводил, запускал этот мотор с этим РИБом, вот, я его только сделал, и вот такая вот штука обнаружилась, конечно, это очень нехорошо, потому что у меня все было сделано, и тут приходится мне лезть в этот узел, вот, что-то здесь не так, то есть, когда включается скорость, гаснет тахометр, такого не должно быть, естественно, причем самое интересное, что разрыв цепи нейтраль отслеживается двумя микриками, один микрик здесь, а другой микрик в моторе, вот, в принципе, если здесь что-то так кардинально сломано, мы можем этот микрик отключить, потому что не давать запускать двигатель на скорости, будет микрик, который установлен в моторе, ну, скорее всего, здесь кто-то из китайских работников, ну, это пульт ДВУ производства Китая, кто-то перепутал провода, такое бывает иногда, вот, это дело такое часто встречающиеся, вот, например, на дистанционных пультах Хонда, вот, делает ее фирма, постоянно перепутаны верх с низом работы гидроподъема, вот, постоянно, это, я думал, что это как-то в одном моторе, в одном пульте дистанционного управления, а нет, во всех пультах вверх нажимаешь кнопку, она идет вниз, вниз нажимаешь, она идет вверх, то есть надо переделывать постоянно, этим я постоянно занимаюсь, ну, вот, собственно, пульт дистанционного управления, как он выглядит, у меня уже к нему подключены все управления, вот, соответственно, здесь с ручки шла коса проводов на гидроподъем, но гидроподъема здесь нет, поэтому я ее отключил, вот, и, ну, так получилось, что здесь еще и микрик сломан, поэтому как раз этот пульт и пошел на этот мотор, вот этот вот выключатель сломан, и поэтому этот пульт пошел на мотор, у которого нет гидроподъема. Ну что, сейчас я вам, как говорится, более предметом покажу, как устроен этот агрегат, сейчас мы его так будем потихонечку разбирать, вот, ну, это провода, внутренняя это скорость, внешний это дроссель, управление дросселем, вот, это фиксатор ручки, который отслеживает нейтраль, понимаете, да, вот она, вот нейтраль, вот она выемка, вот, все это, говорю еще раз, в оригинале стоит с той стороны, и этой стороной, вот этой, этот пульт должен прилегать к корпусу лодки, ну, это, говорю, у нас, в принципе, может управление лодкой быть и с правой стороны, и с левой по борту, это ничего, как говорится, не меняет, эти пульты симметричны, поэтому так, вот, значит, надо его вскрыть и посмотреть, кто здесь чего не так сделал, вот я его не отключал, то есть мы будем проверять, и будем смотреть и фазы, и шмазы, где-то вот идет плюс, где минус, вот, а сейчас мы его будем просто разбирать, я не люблю особо ковыряться в этих пультах, но особенно, когда все сделано, да, тут такой тебе подарок, что работает все не так, вкриф, 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 так, это, соответственно, клавиша, как говорится, увеличение оборотов холостого хода, на прогрев она используется, в инжекторных моторах эта клавиша вообще не задействована, в карбюраторных она, конечно, нужна, в принципе, ничего сложного в этих пультах нет, просто, 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 в общем, просто, вот видим мы пищалку, пищалка, зуммер, которая отслеживает отсутствие давления масла, перегрев, вот, ребят, вот он, пульт дистанционного управления, как он есть, так сказать, во всей красе, вот мы видим этот микрик, который, как я понимаю, работает, вот, но куда-то он, видимо, не туда подключен, сейчас нам надо будет вот эту вот, вскрыть, этот, эту косу проводов, ну, хорошо смазано, вот, кстати, сразу скажу, вот, если кому надо, если кто-то вообще вдруг, что-то с пультом перепутал, вот, видите, вот эта вот тяга, это газ, газ, вот, видите, здесь отверстие симметрично центру, вот, соответственно, вот это вот вариант прикрепения газа, когда газ надо толкать, видите, да, сейчас он стоит на холостом ходу, то есть газ вытянут максимально, на, соответственно, при включении скорости, при включении ручки он будет толкаться, ну, вот так, покажу его, да, как-то будет происходить, пошла сначала скорость, и потом пошел толкание газа, вот, пошло толкание газа, вот, если вам надо переделать, чтобы у вас газ тянул, если у вас мотор двухтактный, например, ну, я, честно, не помню, но Сузук на двухтактных там тянется или толкается тоже, то надо просто, как говорится, не паниковать, ну, вдруг вам пришла деталь не та из Китая, да, не надо паниковать, надо просто переклепать вот этот рычаг вот сюда, и все будет хорошо, единственное, что его надо не вот так вот, а, наверное, вот так вот, я, честно говоря, не помню, так или не так, ну, да ладно, в общем, ребятки, вот, нас что интересует, нас интересует электрика, электрика, электрика здесь чего-то, что-то здесь напутали, что-то здесь напутали, причем очень здорово, потом это все, блин, укладывать, конечно, вот это я не люблю, с этими пультами работать, здесь все так, так сказать, тесно, понимаете, да, что, ну, как, что здесь делаешь, теснота, все надо уложить будет опять, чтобы он закрылся нормально, закрыться он нормально, может и не закрыться, вот, сразу мы видим, идет, вроде все нормально здесь, идет на, вот на этот микрик, вот он, соответственно, работает, так, аварийка здесь работает, мотор глохнет, когда аварийку, чеку выключаешь, вот, соответственно, первая мысль, конечно, то, что, как-то, не так, как надо, замок зажигания работает, ну, вроде он работает же, получается, этот микрик действует только на приборы, а ни в коем случае не на работу мотора, не отключает зажигание, вот, ребятки, что здесь такое, что здесь происходит, вообще непонятно, удалить этот микрик нафиг и попробовать без него, понятно, что, так, ну, я могу включить, вот, смотрите, а почему сейчас не работает, итак, друзья, вот, видите вы, панель приборов, не знаю, будет вам обидно, вот она зажглась, панель приборов, соответственно, микрик сейчас стоит в положении нейтрали, вот, я нажимаю, ничего не происходит, приборы-то так и работают, ну, вернее, вот, с тахометром мы позже будем разбираться, ну, вот, плюс-то приходит, то есть, получается, что это не от этого микрика была проблема в переключении передачи на мотор, ну, сейчас мы включим скорость, очень странно, чем дальше влез, тем толще партизаны, как говорится, так, вот, сейчас у нас он в положении скорости, микрик выключен, вот, он стоит здесь, когда нейтраль он нажат, вот, сейчас он все выключен, сейчас, по идее, вот, я включаю, стартер не работает, все понятно, сейчас включу так, поняли, да, заработал, все, значит, там микрик, ой, здесь микрик работает, так, получается, что питание у нас пропадает на приборы, когда включается передача, когда включается передача и работает тот микрик, который в моторе, ну-ка проверим это дело, да, вот это вот интересно девки пляшут, то есть пульт-то тут ни при чем получается, а мы его разобрали, как вам такой расклад событий, в мотор мне вообще совсем не хочется лезть, получается, в моторе что-то кто-то неправильно подключил, вот, а в моторе в том меняли косу, потому что коса была, мотор был румпельный, его переделывали в дистанционное и меняли полностью косу, чтобы был разъем, интересно, интересно девки пляшут, получается, в моторе что-то неправильно подключили, вот, такие дела, ребятки, ну что, закрывай его, показал я вам его, раскрыл, посмотрел, вот так вот, поближе, ну, на самом деле, что я хочу сказать, сейчас родные пульты фирм фирм Honda и Suzuki стоят очень дорого, ну, Yamaha тоже, поэтому я уже давно пользуюсь китайскими, в принципе, к ним вопросов как таковых не возникает, ну, видите, здесь все довольно-таки хорошо сделано, ну, понятно, что у родного пульта, вот, материал чуть получше, там, провода, как говорится, помягче, да, там, разъемчики повеселей, как-то замок зажигания поуверенней, ну, сейчас вот, такой пуль стоит двадцатку, например, да, Сузуковский, а Сузуковский родной стоит 40, это очень большая разница, сами понимаете, разница, которая не позволяет нам шиковать в этом плане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, посмотрим, значит, соответственно, вот этот микрик, вот он, видите, да, у меня в камере, к сожалению, нет этого фонаря, поэтому подсвечиваю, вот он микрик, сейчас мы скорость поставим с нейтрали на первую и посмотрим, от него вообще не от него, надо все проверять, ну, как бы понятно, что от него других вариантов нет, пойдем посмотрим, куда дальше вот этот проводок идет, вот как здесь все, собственно, устроено, вот рычаг, который дает на этот микрик, все сделано хорошо, грамотно, ну, я имею в виду так, по-японски, хороший выключатель, он работает, вот, а там микрик прикрывает, понятное дело, что в замке зажигание просто. Так, сейчас мы берем, оп, и давайте заднюю, допустим, нет, лучше, нет, да какая разница, заднюю включили, смотрим. Так, смотрим, все, вот он ушел, рычаг, микрик свободный, вот он, так, сейчас мы испытания проведем. Так, я включаю, включаю массу, включаю приборы, ну, в смысле зажигание, вот, и мы видим, что электричества нет. Ребята, я сейчас на микрик нажму, все, видите, ну, что за сволочь, а? Давайте смотреть, так, куда сделаем перекладку руля, потому что провода и вся коммутация находится по левому борту этого мотора. Так, вот, доступ, one moment. Так, вот, друзья, переместился я на другую сторону, вот, приходит сюда этот проводочек, вот, и уходит он вот сюда. И абсолютно непонятно, что здесь может быть, но надо вот это открыть и посмотреть. Может быть здесь тупо скоммутировали не так. Вот, смотрите, вот с этого провода, вот с этого провода приходит, сейчас я вам его покажу, вот он. Вот вы мне скажите, почему вот это пустой, смотрите, это плюсовой, вот она, ошибка-то. Понимаете, в чем дело? Смотрите, кто тут здесь, кто-то так скоммутировал, как говорится, но это мы будем разбираться потом уже. Вот это плюсовой провод, самый главный плюсовой провод. Вот провод, который идет с этого наконечника, вот он, желто-желтый с зеленой полосой и коричневый. И вот и коричневый, какого-то хера, как он может, блядь, через это уйти. Я вообще не понимаю, что здесь происходит, если честно. Сейчас я выну щуп, чтобы он не мешал нам, да? Масло есть, все хорошо. Положу тут его в коробку. Вот давайте смотреть. Буду, наверное, спецификации смотреть. Вот смотрите, это провод, который питает у нас все. Вот единственный, который здесь есть, предохранитель. Он идет с плюсовой клеммы, с плюсовой клеммы. Вот отсюда он идет. Плюсовая клемма приходит, вот она красная, видите? Вот она. Она приходит на реле. И с этой клеммы отходят провода. Один из них, вот этот вот красный, который идет на предохранитель. Но самое-то интересное, что его сделали на концевик. На концевик. С концевика он приходит вот сюда. Понимаете? И как в этом, во всем разобраться-то? А здесь какой-то коричневый. Подождите, вот какой-то коричневый. Пустой. Что это за коричневый пустой? И вот это вот, что такое? Вот два пустых. Вот два пустых провода. И с этой стороны. То есть с этой стороны... Эта цепь идет только на... Получается, вот эта идет в обмотку. Да. Вот этот, смотрите, провод. Ой, в обмотку. Этот провод идет в жгут. Да? Да. Смотрите. Да. Этот провод идет на провода. На питание проводов. Прямо проводов. Приборов. Вот. Он уходит в жгут. Он не уходит к блоку управления. Вот он. Красный. Где он там? Красный. И пошел туда. И пошел туда. Пошел туда. Ну, понятное дело. То есть у нас его нет. Плюса. Так. Ну, вот с двумя проводами я разобрался. Вот этот вот голубой и вот этот вот розовый. Это нам не нужны. Это от гидры. От гидры. Они пустые. Почему? Потому что гидры здесь нет. Они вот, видите, куда выходят. Вот. Они выходят. Здесь на старом варианте Сузуки. С круглым разъемом. Гидроподъем идет отдельными проводами. Ну, как на Меркури. Два разъема. Два провода идут. Это вверх-вниз. Вверх-вниз. Ну, минус идет в проводке общей. А это два провода. Вот. Все. Это исключаем. Они нам нафиг не нужны. Вот эти два провода. Все. Исключаем их. Все, ребят. Сидите здесь и не рыпайтесь. Вот. Вы нам нафиг не нужны. Получается у нас, ребят, остается вот этот провод и вот этот провод. Все. Других проводов свободных нет. Смотрите, интересно. Вот я нашел. Вот реле стартера. Вот реле стартера, да? Видите? Коричневый провод идет. А не должен ли он коричневый провод вот с этим коричневым соединяться? На кнопку от реле стартера прерыватель. Вот он, по-моему, прерыватель-то. Так. Сейчас я его разъединю. И он не должен у нас запуститься. Так. Так. Ну-ка. Тишина. Это стартер получается. Так. Ну, для частоты эксперимента я снова их соединил. Значит, все лучше проверять. Все нормально. Так. Все, значит, друзья, вот этот вот провод, это на стартер. Он у нас должен прерываться. Вот этой. В общем, так, друзья, товарищи. Сделал я красный плюс на тот провод, на который он шел через микрик. Вот. Микрик я закольцевал, соответственно, реле стартера. Через него проходит и через проводку получается. Вот. Единственное, что остался вопросом, вопрос открытый. Наличие вот этого свободного разъема мама. Коричневый провод. Вот. Ну, я сейчас постараюсь найти схему. Вот. Или обращусь к вам, у кого есть, соответственно, что и как здесь может быть прикреплено. Так. Ну что, сейчас последняя проверочка. Что у нас получается. Включаем. Так. Все нормально. И, соответственно, мы выключаем. Здесь не работает. Когда выключаем скорость, включаем в ней скорость. Вот. Единственное, осталось разобраться, почему не работает табло тахометра. Но, мне кажется, это дело уже в тахометре. С ним я буду разбираться потом. А сейчас закроем это все крышечкой, которая была. Как она была. Вот бы вспомнить, как она была. Ага. Вот так вот она была. Здесь такая вот планка, в которой крепятся все эти разъемы. Она, блин, хрен да ни хрена. Понятно, на чем держится. Вот так. Все. Все. Вот этот предохранитель у нас получается. Вот он, один. Одинешник. Вот у нас. Единственное, здесь один разъем. Он вылез. Потому что там не было. Соответственно. Вот это я тоже не пойму. Это что такое? Что за... Мне кажется, ему здесь не место. Вот этому. Разъем, который где-то на чем-то должен держаться. А на чем он может здесь держаться? Есть не на чем ему держаться. Просто здесь стяжечку сделать. Вот это получилось. Вот единственное, с тем, с коричневым проводом разобраться. Ребят, не знаю, что это за провод. Вот так. Все. Здесь все четко. Все как надо. Вот. Ну, конечно, наверняка найдутся кто обвинит меня в какой-то неправильной работе. Но это, ребят, ваше право. Я покажу все как есть. Вот. Единственное, что не разобрался, я с прибором. Что с ним такое, непонятно абсолютно. Так. Это все наденем. Здесь все хорошо затянуто вроде. Нормально. Все так, как должно быть. Вот оно. С прибором. Что такое с прибором? Абсолютно непонятно. То есть, вот видите. Вот это вот табло не хочет загораться. Оно какой-то своей жизнью живет. Самое интересное, что тахометр-то показывает. Я его включал, то оно работает, то не работает. Но если тахометр работает, то значит, дело в нем самом. Потому что питание на него подается. Итак, друзья, на этой оптимистической ноте заканчиваем мытарство. С электрик этого мотора. Да, кто-то сюда влез. Как-то не очень корректно, я бы сказал. Да. Ну, слава богу, разобрались. Вот. Непонятно абсолютно, что здесь. Зачем это людям надо было конкретно плюсовой провод вести на микрик. Наверное, просто что-то перепутал человека. Наверное, устал сильно. Вот. Итак, друзья. Такое вот техническое видео. Ну, назвать его сложно техническим. Мытарственное видео. Вот, с этой пультом дистанционного управления. Это кошмар. Ну, все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал Речной Паритет. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода